У нас был Павел Первый, который пытался надеть дресс-код на все, что движется. Выяснится внезапно, что юбка, которая выше колена больше, чем на 20 сантиметров, это плохая идея, если ты хочешь выступать в Олимпийском. Желание одеть кого-нибудь правильно – это признак сильной тревоги властей. После скандала из-за наряда Ольги Бузовой на концерте в Уфе в Госдуме предложили ввести для артистов дресс-код. Соответствующей инициативой выступила член Думского комитета по защите конкуренции коммунистка Ирина Филатова и уже написала запрос министру культуры. По словам Филатовой, не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, а уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Как, по мнению депутатов и чиновников, должны выглядеть российские артисты, выяснял Роман Перл. Вот он, тот самый наряд Ольги Бузовой, ставший оружием массового поражения морали и нравственности. Черные ремни и высокие сапоги певицы оскорбили и башкирские власти, и депутатов Госдумы, и Екатерину Мизулину. Всего пару лет назад этот сценический образ не сочли бы особенно вызывающим. У той же Бузовой были наряды и посмелее. Но времена изменились. Как сказала депутат Нина Астанина, в последние два года мы живем в другом обществе. Возвращаются наши исконные русские ценности, когда главное все-таки в девушке не обнаженка, а целомудрие. «Пусть грешен я, но не грешнее вас, напрасленно страшнее обличение». Цитатами Шекспира Ольга Бузова отбивается от обвинений в соцсетях. Пока ее фанаты прикидывают, в каком платье Бузовой теперь придется воспевать исконные ценности. А ведь совсем недавно исполнительница одной из первых осудила почти голую вечеринку в Москве. Тогда нескромные фотографии полуобнаженных знаменитостей стали поводом для еще более громкого скандала. Хотя снимки сделаны на частном, а не на публичном мероприятии. Но организатор вечеринки Анастасия Ивлеева извиняется за нее до сих пор. А рэпер Васио, появившийся там в одном носке, сначала провел почти три недели в полиции, а затем был вынужден бежать из России. Другие же участники отправились с концертами на оккупированные украинские территории и скупать вину. До начала военных действий претензии ко внешнему виду поп-звезд редко приводили к настолько громким скандалам. Общественники в Тюмени и Екатеринбурге не раз требовали отменить концерты столичных звезд, но почти всегда их претензии сводились к нецензурным текстам песен. Депутат Виталий Милонов покушался и на Леди Гагу, и на Мадонну, но исключительно в рамках борьбы с ЛГБТ. Он же предлагал учредить полицию нравов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. И даже выражал готовность ее возглавить. Ну и тогда он собирался наказывать девушек за слишком вольное поведение, а не откровенные наряды. Теперь же, судя по всему, борьба за нравственность вышла на новый уровень. И пока не ввели официальный дресс-код, под ударом не только певцы и артисты. Ведь у Путина есть фотографии, которые теперь могут счесть непристойными. Во всяком случае, на Ольге Бузовой одежды больше. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией писательница и следовательница костюма Ленур Горалик. Добрый вечер. Ленур, здравствуйте. Как вы относитесь к предложению ввести на государственном уровне дресс-код для артистов? И на ваш взгляд, есть ли вообще что-то рациональное в этой идее? Или здесь можно говорить только об эмоциях и популизме? Во-первых, всегда следует помнить, что каждый человек, который вносит какой-нибудь законопроект в Госдуму, с огромной вероятностью преследует свои собственные цели. И то, о чём идёт речь, это не то, о чём написано в законопроекте. С другой стороны, у нас есть пример КНДР. У нас есть пример Кореи, где есть фактически, если я правильно всё понимаю, дресс-коды для артистов. И то, что предлагают нам сейчас, это не новая история, да, есть образцы. Я предлагаю помнить о том, что у нас был Павел I, который пытался надеть дресс-код на всё, что движется. И это тоже не самая новая история, и закончилась она очевидным образом для всех. Я могу понять логику, которая заставляет многих думать, что что-то рациональное есть в этой идее. Потому что, когда мы говорим о людях, которые как-то влияют на большое количество других людей, нам очень хочется начать контролировать то, что с ними происходит. Это понятное движение разума, понятная эмоциональная картина. Но у меня есть впечатление, что каждый раз, когда эту гайку начинаешь закручивать, она начинает, во-первых, давать обратную реакцию, а во-вторых, что-то где-то раскручивается в другом месте. Вот вы привели несколько примеров, но в частности попытки императора Павла I одеть всех, как положено, в соответствии с их рангами и положением, то, что происходит в Северной Корее, в Китайской Народной Республике. А к чему приводят подобные попытки контроля внешнего вида граждан? Во-первых, они приводят к возникновению, насколько я знаю, они приводят к возникновению протестных субкультур. Немедленно. К тому, что очень высоко начинают котироваться нарушения дресс-кода, к тому, что возникают субкультуры, которые создают собственные дресс-коды совершенно другого профиля, и к тому, что всё, что соблюдает дресс-код, немедленно теряет во внимании особенно молодёжная аудитория. Если ты соблюдаешь эти правила, ты перестаёшь быть интересным. И это по-настоящему важно и надо учитывать, мне кажется. Хорошо. А чем можно объяснить стремление властей подобное? Ну, как-то всех уравнять, всех одеть правильно в то, что скрепно, положено и добротно, а не как-то иначе, как они сами выбрали? Важно разделять две вещи. Искреннее стремление и политическую манипуляцию. Если за этим стоит искреннее стремление человека, искренняя убеждённость человека, что если всех актёров и всех актрис и всех исполнителей одеть в униформу, то что-нибудь хорошее от этого произойдёт, то я не тот профильный специалист, с которым надо говорить. Это специалист другого профиля. Скорее психолог? Что-нибудь в этом роде, да. Но желание контролировать всё живое на пространстве современной России мы наблюдаем сейчас в самых разных областях. Каждый раз, когда, если я правильно помню из того, чем я пыталась заниматься, из того, что я читала в связи с теорией моды, каждый раз, когда речь идёт о росте внимания к униформе, о предложениях ввести униформу там, где её раньше не было, это всегда связано с тревогой. Это тревога властей по какому-нибудь большому поводу и обычно по поводу каких-нибудь свобод, каких-нибудь свобод, которые ещё остались у граждан. Желание одеть кого-нибудь правильно – это признак сильной тревоги властей. Ну, вообще, власти-то уже как-то пытаются контролировать дресс-код своих граждан российские, но я имею в виду, например, штрафы за то, что люди надевают на себя сочетание синих и жёлтых вещей, например, если видят в гардеробе. Тут же почему-то решают, что это фейки о российской армии, дискредитация, вообще какой-то полный бред. Человеку может прилететь буквально за его костюм, за неправильные цвета. За неправильный цвет волос теперь тоже могут оштрафовать, но уже за пропаганду ЛГБТ. Причём исхитряются, составляя протоколы полицейские, как могут, чтобы убедить судью в том, что вот это и есть пропаганда какой-то, неправильный цвет волос. С другой стороны, человека же, с вашей точки зрения, можно вынудить обычного человека, который живёт и думает, что в относительно свободном обществе живёт, одеваться, покупать только ту одежду, которую говорит государство, и одевать и носить каждый день только то, что положено? Ну, во-первых, мы все это делаем каждый день. Мы носим только то, что положено, и одеваемся только так, как от нас требуют. Никто из нас не одевается так, как он хочет. Мы все учитываем требования социума, мы все учитываем требования государства, и мы все учитываем требования наших близких. Это очень важно. Мы все одеваемся так, как от нас требуют. Исключения предельно редки. Для этого надо быть очень особенными, очень смелыми, очень самостоятельными, очень независимыми. Таких людей по-настоящему совсем мало. Это прямо важно помнить, когда мы говорим «я не такой», мы все такие. Но когда нам в лоб начинают говорить, мы будем вам писать законы, и эти законы внедрять и заставлять вас еще жестче относиться к тому, что на вас надето, еще конкретнее воспринимать то, что на вас надето, еще сильнее, еще более твердой рукой направлять вас. Это, конечно, вызывает сопротивление, как любая попытка навязать несвободу. С другой стороны, мы всегда, мне кажется, нам всегда стоит помнить о существовании нормального распределения. Будут люди, которые будут рады. Если вообразить, что мы живем в антиутопии, такой закон проходит, и у нас появляются дресс-коды, они наверняка будут гендерно определенными, для мужчин отдельно, для женщин отдельно, и больше ни для кого. Будут люди, которые будут рады. Кто-то будет рад, потому что порядочек. Кто-то будет искренне рад, потому что одеваться стало проще. Для кого-то одеваться – это очень тяжелая задача, и задача почти невыполнимая. Кто-то будет рад, потому что ему станет легче читать костюм других людей. Это тоже сложная задача, мы ее тоже решаем каждый день. Кто-то будет наоборот, на другом конце кривой, в бешенстве и ярости. Ему будет отвратительно, очень тяжело, он будет всячески выражать сопротивление. И ради сопротивления будет готов платить штрафы или даже идти в тюрьму. И будет середина, которая будет разными способами проявлять одновременно конформность и сопротивление. Знаете, ведь я советский человек, и я помню советскую школьную форму. Я относила ее вполне достаточное время. Я очень хорошо помню, как работала эта кривая, это нормальное распределение. Кто-то соблюдал школьную форму в каждом предписании до последней точки. Кто-то упорно ее не носил из принципа, и это бывало очень тяжело еще до перестройки. А кто-то делал вот это смешать, но не взбалтывать. Немножко подчинялся, немножко отклонялся. То и все в меру своих, своей готовности, своих возможностей. Возможности — это очень важное слово здесь. Потому что немедленно возникает вопрос о привилегиях. Кому можно, кому нельзя, кому что именно можно и нельзя. Это тоже будет очень важный момент. Мы говорим сейчас об антиутопии, да, мы не говорим о том, что это произойдет. Но я не очень верю, что эта антиутопия наступит. Во что я верю, это что произойдут, возможно, произойдут две вещи. Первое — это возникновение гайдлайнов у больших концертных площадок, в которых будет написано, какие костюмы приемлемы, а какие неприемлемы. И, например, выяснится внезапно, что юбка, которая выше колена, больше, чем на 20 сантиметров, — это плохая идея, если ты хочешь выступать в Олимпийском. Это может звучать смешно, но я подозреваю, что такие гайдлайны еще могут начать крутиться в интернете в течение нескольких месяцев. Это одна история. Вторая история — это самоцензура. Раз этот разговор начался, исполнители могут начать сами задумываться о том, что происходит, если ты выступаешь на большой площадке в платье исполнительницы, в платье, которое может показаться какой-нибудь мизулиной, каким-нибудь вызывающим. Или в трусах. Или в трусах. Спасибо, Ленор, за ваше разъяснение. Писательница и следовательница костюма Ленор Горалик была на связи с программой «Человек имеет право». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова